В Самаре сейчас проходит трехдневный просветительский семинар, посвященный наследию и личности митрополита Антония Служского. И в частности, приурочен этот семинар к изданию новой книги «Хаос закона свобода», которая будет презентоваться завтра в художественном музее. Уже сегодня прошло достаточно много мероприятий в Самарской семинарии, в медуниверситете были встречи. Здесь встречу мы запланировали для в большей степени светской части, интеллигентной светской части нашего общества Самарского. Вопросили всех вас, кто откликнулся, кто пришел. Сегодня нас ждет лекция Валерия Евгеньевна Стандаренко о философии красоты, творчестве в наследии митрополита Антония. И не просто даже в его наследии, а вот прослежена какая-то цепочка, как труды митрополита Антония Служского являются, как он со своей мыслью является продолжателем русско-религиозной мысли. Вот именно об этом сегодня и будет говорить Валерий Евгеньевнович. Но сначала я хотел бы предоставить слово нашим московским друзьям, московским гостям, представителям фонда наследия митрополита Антония, член этого фонда Татьяна. Добрый вечер, уважаемые гости. Очень рада вас здесь всех видеть, слушать, приветствовать от семи фонда фонда наследия митрополита Антония Служского. Прежде всего, наверное, хотелось бы поблагодарить Регину, хозяинку, за это прекрасное, улыбное помещение. Я, честно говоря, от вас. Валерий Евгеньевич, который я не согласился попрочистить, как вам, где-то все будет поделиться с своими размышлениями. Валерий Евгеньевич, как сказал Сергей, сейчас находит несколько мероприятий, такой цикл в рамках митрополитического семинара «Отфаусы по красоте». И почему мы это делаем, почему мы в Самаре уже не первый раз. Фонд, условный нам, митрополита Антония Служского, занимается тем, что сохраняет его наследие, издает книги, организует семинары, организует лекции, конференции, в течение которых, в процессе которых, мы размышляем на наследие влады. Но зачем мы это делаем? Конечно, это человек, лично которого нас всех поражает, и он наш современник, но удивительно, насколько большое влияние он оказал не только на русскую миграцию, но и на многих людей, живущих в России, продолжая нахаживать. И, наверное, эта книга, о которой мы будем сегодня говорить, о которой мы будем взялаться, она, по-моему, яркий пример, здесь собраны под одной обложкой несколько бесед, о которых митрополит Антоний произнес в совершенно разных обстоятельствах, перед совершенно разными аудиториями его приглашали выступать очень-очень много и очень разнообразно. Даже была такая шутка, что митрополит Антоний в Англии и второй по популярности после Битлз, он был в передаче на BBC, и действительно был очень популярный человек. И почему они собраны и скомпонованы именно так, потому что Владимир ничего не писал сам. Это беседы, обращенные конкретно к тем людям, с которыми мы разговаривали. Удивительным образом он умел обращаться к самой сути вещей, искать в них смысл и искать в них глубину. И таким образом он дает такую концентрацию мысли и настолько благодатную почву для размышлений, что с этой книгой хочется не расставаться, хочется ее перечитывать, читать ее, ну, мне было довольно трудно, потому что прочитываешь несколько абзацев и понимаешь, что хочется как-то это осмыслить, не только осмыслить, но и попытаться примерить к жизни. И, собственно, я подхожу к тому, что в этом и состоит, наверное, главная задача и цель нашего приезда, не просто познакомить вас с личностью, но и, удивившись ценности этой личности, попробовать соотнести это в своей жизни и понять, а что я могу изменить в жизни своей, чтобы, может быть, она стала более осмысленной, более глубокой и более цельной. Спасибо большое. Добрый вечер. Ну, надо сначала люди себя оккупировать, я со всех сторон, дали микрофон, вот так вот надо стоять. Вот, я сначала себя постараюсь о своем позиции, вот, в первой части, ну, то есть она минута будет взамен, вот, а потом вот с вами продолжим. То есть, чем это точно не должно быть, вот это моя высказывание, и это я, ну, это Стоевский говорил, и эту фразу очень любил цитировать, когда говорят там, кто неслужески, что надо говорить либо о том, что знаешь, либо о том, что любишь. Но это вот не о том, что знаешь. В том смысле, что это не размышление там бога слова, или там, это не какая-то учительная проповедь, я вообще ничего не понимаю. А вот, я просто восхищался этим человеком всегда, с тех пор, как я узнал о его существовании. И это вот ни больше, ни меньше. То есть, это какие-то размышления, которые, ну, как-то для меня они никуда не забудут, вот, я не могу проповедовать, потому что, ну, как бы, не моя задача. Мне бы больше всего хотелось, чтобы лекция для меня не ненавносимая практически, а ненавносимая по простой очень причине. Митрополит Антоний Суржский был человеком, ну, знаете, такого обаяния, какой-то такой внутренней силы, что вообще как-то неловко рядом с существованием, ну, знакомые его там в интернете, лекции, проповеди, что-то такое еще бывает от себя, потому что, ну, нет у меня уверенности, вернее, есть уверенность, и чем-то этим я, конечно, не обладаю. Поэтому трудно, это трудно. Вот если бы он говорил скучно, если бы его книг невозможно было читать, если бы это было просто какое-то официальное собрание, если бы у меня была речь, написанная на бумаге, и я ее подкламировал, вот было бы проще, было бы проще, но он был до такой степени живым человеком, ослепительным, я бы сказал. От этого все время рот открывается от изумлений, да, что такие люди вообще есть, что они были, я про них только читал в книжках, я бы очень хотел с ним познакомиться, но не вышло. Я принадлежу к тем, которые считают, что, ну, счастье человеческой жизни измеряет количество людей, которые для тебя открыли какую-то дверь, которые тебя восхитили, да, которые... А когда масштаб твоей собственной человечности развернули, и я встречал таких людей, но вот здесь не вышло, не получилось, вот, не сошлось, очень жаль, поэтому это вот такое, мне бы хотелось, что если у меня получится, чтобы результатом каким-то было, не, да, девушка выходящая, потом девушка, ну, так это просто красиво, вот, февраль девушка, вот, вот здесь вот к универмагу юность, что символично, да, символично, и все равно она как-то, какая полукая миссия, это вторично, я думаю, называется это вторично, потому что здесь самое важное и самое трудное, да, то, чем человек может стать сам по себе, да, это же его была идея о том, что вот если все Евангелия исчезнут, то вот мы должны быть такими, что, глядя на нас, можно было сразу приберсать с этой Евангелии. Ну, теперь попробуйте, я вам сказал, кто-то просчитать лекцию, потому что, поэтому мне бы хотелось, ну, может быть, это максимум, чтобы вы просто читали или слушали, ну, может быть, вас это тоже восхитит, да, может быть, вас это тоже восхитит. И для меня это, конечно, безусловно, как бы продолжение того, что вот я делал там библиотеки, читаю лекции по серебряному веку, и, конечно, дитя этого века, он ребенок этого века, да, отец улез в свою эмиграцию, его мама-сестра с Крябина или вот сколько раз это было. А в приходе, насколько я понимаю, вот, приходили на службы и молились, не Карсенов, Дертяев, вот, Семен Людович Франов, плоский и так, то есть это все, вот этот цвет, эта серебряная века. И очень многие идеи, они для меня, вот лично для меня, они обладают, вот, как бы, значение слова «увяло». Сейчас нельзя сказать слово «друг», так, как это слово произносил, например, Николай Семенович Гумилович, или то, как это слово произносил Николай Семенович Гердяевич. Потому что оно «увяло», мы что-то другое сейчас обвинем, а иногда и ничего. Ну, то есть мы говорим о быстром сиянии, да? Но когда митрополит Андреев Суржский, вот, он говорит о том, что задача человеческой жизни стать другом Бога, другом Бога, он же вкладывает вот этот смысл, который был в его детстве, был в его папе, был в его роде цели. То есть другом в каком-то глубочайшем смысле этого слова. А в том самом глубочайшем смысле этого слова, что здесь нельзя раздружиться. Вот здесь не бывает так, что если друг оказался у друга. Потому что это предполагает какое-то удивительное благородство, удивительную верность, удивительную честность и удивительную честь. Честь быть другом кого-то. И, конечно, вот это слово «сождание» у него произносит вот так тумбот. Он ведь и сам говорил, что, конечно, человек России, русский человек, может быть, придуманный русский человек. Потому что, может быть, русский человек из русской литературы. Вот он, примерно, так себя описывал. То есть это некий вот этот вот архетипический русский человек. Русский человек из этой русской культуры. И для меня его размышления – это, конечно, продолжение размышлений русской философии, русской мысли, которые каким-то вот это удивительным образом они достигли и нас. Потому что, ну, про это я еще немножко скажу, тому есть много препятствий, чтобы достигали эту вещь. И хотел бы прорекламировать книгу «Хаос за одного красота». Вы не думаете, это будет просто одно усказание. Это конец одной из лекций, последняя фраза. Я уложился ровно в час, и в этом, пожалуй, единственный мой заслуг. Позвольте мне поблагодарить тех, кто внимательно слушал за внимание, и тех, кто спал, за то, что спали. По-моему, это прекрасно. У меня много такого, и поэтому, я и говорю, надо как-то здесь обрести какую-то вот свободу, поразительную свободу. Понимаете? Это не тот, который про себя рассказывал, но не тот в каком смысле не звучит, как анекдот, а вообще это случай жизни. Я активно напробовать приходят англичане, и которые его необыкновенно оценили. Действительно, он был популярен необыкновенно в Великобритании. И есть эпизод биографии, когда уже в конце жизни архиепископ Петерберийский, глава Англиканской Церкви, английские священники приглашают митрополитена Антония Суршского, и по очереди, включая архиепископа Петерберийского, встают перед ним на колени, вот, и просят его ислами. Вот это такой актритет у человека. Среди англичан. Я хочу отметить, что это две культуры, русская и английская, которые, в общем-то, не находятся в каких-то близких отношениях. Они, скорее, находятся в отношениях постоянных оппонентов. Было бы больше понятно, если бы случилось во Франции. Вот. Или в Германии. Но в Англии, англичане, совершенно невероятные. Может быть, что-то я здесь перепутаю, но, по-моему, там такой был бизок, потому что сидит, значит, у него на тропу, на службе, и на тропу эти, какой-то его английский знак. Он это все слушает, но и после, значит, они разговаривают, и он говорит, англичане, очень слышно. Невероятность. Я не понимаю, что вас смотрят. Я его спрашиваю, ну, а как же хоть-то, как бы это все как-то оживить? Он говорит, ну, вы же знаете английский, говорите по-английски. Я так говорю по-английски, что все будут просто хохотать. Вот. Вот, будет весело. И что вы думаете? Он начал читать проповеду знанатику. И они хохотали, потому что он делал ошибки, там, согласование, управление, произношение и так далее. Но вот эта восхитительная внутренняя свобода ему ни с кем-то не мешала. То есть он совершенно не чурался того, что будет смешно. Хотя, когда вот мы его видим, и мы сейчас его увидим на экране, а меньше всего как бы хочет смеяться, когда слышит то, что он сейчас скажет. Поэтому это, конечно, человек определенной эпохи и определенного склада и необыкновенный какой-то, необыкновенный широк и мышление. Знаете, это священник, который мог начать проповедить с цитаты из Ницше, который вообще к христианству не очень относился. И даже написал большое количество книг, сутрации. Но он мог начать, сутон еще любил эту фразу, что нужно носить в себе хаос, чтобы родить звезду. И то, о чем мы будем с вами обязательно говорить, и это есть в этой книжке, то, что митрополит Антоний говорил о становлении, и был таким сторонником защиты от становления, это, конечно, опыт чтения Ницше, безусловно, там это есть. И это ничему не помешало. И он очень любил кричу. Я вам расскажу, а потом хочется, чтобы вы посмотрели. Это просто маленький кусочек, который везет вас в контекст. Потому что, я когда читаю лекции о Серебряном веке, я постоянно рассказываю, как жили люди, которые оказались в эмиграции. Настолько ужасно было их положение. И вот эта униженность. Огромная вот эта униженность. Но он очень любил притчу, он ее прочитал в какой-то книжке, я не знаю, в какой, когда, значит, некий человек, получил необитание монстра и овладел волшебными силами, ему произносить заклинания, и начинал все цвести. Начинал все цвести, расти. И он подумал, ну вот оно, вот-вот-вот, кстати, способы создать расти и сиротику. Между прочим, потому что и кролики расти начинали, и майские журки сниновятся все более и более майскими, и божьи коровки все более коровные. Все расцветало, вот это зверье прибегало. Красота. И, вернувшись с этого острова, вот, сюда, в мир нашей цивилизации, он так вот выступил, он начал читать эти заклинания. И все было так же, как на острове. Целедеревья, акации, вишни, что было бы быть, персики. Тигры приходили, не те 12, что остались в Сурийской тайге, а сколько хочешь. Сколько хочешь, да. Единственное, там, лиса себя не вела неправильно. Вела себя неправильно лиса, она вот это неправильное поведение, видимо, забежала из басена фонтена, вот, мы знаем, там всегда у нее поведение какое-то. В общем, она не только как-то не собиралась вот вписываться в этот праздский сад, она еще таскала оттуда кур. Возмудительное поведение. И он пытался преобразить лису. То есть, вот он увидит лису, например, и начинает заглянуть. Но ничего не помогало. Вот эта лисия природы, она оказалась выше заклинания. Она таскала кур, она разрушала эту красоту, празднику, эту благолепию. И тогда у человека возникла идея, ну, достаточно просто истребить одно лицо, одно лицо, и все. Майские реки, персиковые деревья, удивительная красота, гармония и слаженность, какая-то небывалая симфония мира. и лису он прибил. Пригиб, довольный, вернулся в свой сад, и там все вяло, жуки умерли. Тигров остался ровно 12, они уезжали в уссурийскую тайну. Еще еще. Он так и относился к этому, насколько я знаю, понимаете, то есть я же говорю, что я восхищаю. Меня вообще восхищают люди, которые, как говорится, у которых нет границы между словом и делом. Знаете, нет границы. Меня потрясла история, когда на службе, на службе там, в Великобритании, пришла женщина-свебенка. Видимо, пришла первый раз, была не вписана в этот социально-психологический мир. Ребенок начал вести себя, ну, как и тут, как ребенок, тут шуметь, скучать, ну, все, короче говоря, кто-то из прихожан попросил уйти, ну, не мешать, но это. Он пришел, говорят, на следующий день и сказал, я не знаю, кто это сделал, а вот и знать не хочу. Но тот, кто это сделал, должен молиться на концертной свадьбы об этой женщине, об этом ребенке, как бы посмелее искнать человека из вода Божия. И уж. Понимаете, то есть, когда он рассказывал притчу про лесу, он вообще, я думаю, имел в виду весь этот гигантский, пугающий нас разворот, да, и человеческого с его, да, хаосом, и культурного, потому что мы все противоречим друг другу, вот такие странные эти художники-писатели, вот, такие, наверное, невероятные вещи пишут, и так хочется сжечь частые книги, обладать еще, что и самих, вот, но вот он понимал, что если, как только, как только мы начнем это делать, исчезнет весь сад. Это не означает, что там, вот, не бывает поэтовых художников, близких, и далеких, и вообще чужих, да, и даже тех, кто тебе, ну, прям сосед не так. Нет, конечно, русский сад еще не будет, понимаете, в этом все дело. А, мы спорим тут часто по поводу русской культуры, одни мне то нравится, другим, а то нравится. Я вот при невосторге от Чернышевского. Ну, я знаю, что если его вот убрать из сада русской культуры, он занят. Хотя я его не люблю. Ни его, ни Добролюбов, ни Писарев, ни Михайловского. Потому что мы уберем какую-то часть диалога, мы уберем какую-то часть целого, которая сложилась. Мы оборвем искусственно какие-то линии, этого нельзя делать. Вот. Как бы мы не относились к чертям? И вот это, да, отношение у него было всегда, оно было поразительным. И оно, конечно, идет от этого, ну, для меня, универсализма серебряного века. Вот хотелось бы сейчас фрагмент нам показать, чтобы мы посмотрели на этот человек. Она, одна из ноли, но именно я не задумала, когда задавала например, Антоний Батонский. Как вам удалось создать такой биток? Знаете, я думаю, что у вас романтическое представление о том, что я сделал. У нас здесь, то есть в эмиградской, было одно громадное преимущество над тем, как живось на родине. Вы были. Вы из нас одинокий. Мы были чужим для всякого человека вокруг нас. И в результате мы познали две вещи. Во-первых, то, что всякий русский, православный человек мне родной. Такой же родной, как отец, мать, сестра, брат, самый близкий друг. Он мой. Я помню, как я на метро не шел по улице и слышал русскую речь, и душа оживала. И как все взрослые относились к детям, и дети к взрослым, как к своим. Это было одно. И в результате, когда мы начали создавать что-то, что бы то ни было, я потом к этому вернусь, что бы то ни было, создавать начали, то это на том основании, что мы чужие в чужом мире и свои между собой. А другое, что мы обнаружили, что мне кажется неописуемо важным, что у меня никогда из жизни не выпало, это я как-то познал позже, когда возрастел, это то, что Бог, который до революции, если так можно выразить, жил вельможей, в громадных храмах, был Господом, оказывается, таким не был, что он был одним из нас, что он был такой же беженец, как мы, что ему негде было голову преклонить, что мы в нашей, в нашей бедноте создавали храм размером вот с эту комнату, и что этот храм был для него убежище. Он в мире был чужой, его выгляни, а какие-то люди, десятки людей, как шесть человек иногда созидали такое место, куда мог прийти и сказать, я здесь дома, эти люди меня любят, и мне предоставят дом, кров, и они вокруг меня такие же бедные, как я, а мы сознавали, что он беднее нас, что как мы низком упали, по бедности физической, по отчаянию душевному, по растерянности, как мы низком упали, ниже нас простерты объятия Христа. Вот две вещи, которые для нас были решающими, то есть во всяком случае для меня и для многих мальчиков, девочек моего покорения, что у нас не было никакого дома от Родины. Нам пришлось уйти, но Родина от нас отказалась декретом Сталина, которая нас лишила даже правом называться русскими. Мы были ничем, и Бог стал в том же ничем, в том же смысле изгнанникой. И поэтому это нас связало друг с другом. Когда мы русского человека встречали и слышали на улице, мы оживали. Или когда мы приходили в церковь, как бы это было отчаянно видно, там у нас было человек сорок, мне тогда было 17 лет, один епископ и священник. Жили они в коридоре, который разлили маленькими простенками. Ели то, что прихожане оставляли у двери и храма в картонке после того, как они сами поели. Иконостас был фанерный, иконы бумажные, но как один пастух в Румынии между двумя войнами ходил и говорил «Радуйтесь, до сих пор сосуды были золотые, а попы были деревянные. Теперь приходит время, когда попы были золотые, а сосуды были деревянные. И это мы пережили». Я хотел, чтобы вы расположили этот момент, и я понимаю, что хочется и дальше смотреть. Такая возможность в современной цивилизации в честь людей. и надо два захода наверное сделать по поводу красоты. Три. Три. Ну, первый короткий. Митрополит Антоний, когда читал свои лекции о красоте, он рассказывал, что готовился в литер-британском эксплуатете огромный тон. Сумир Мак-Юнос, может быть, литер-британском или не один, а красоте ничего не нет. И он стал смотреть во всех книгах, которые есть у него, а нашел в одной немецкой сноску. его изумило. Ну, и, конечно, это и нас изумляет, потому что, собственно говоря, до определенной степени то, о чем я сейчас буду говорить, это история о судьбе красоты. Ну, действительно, это же так. А я что-то не вижу философов, вот, ну, как Гегель, что-то писали четырехтомные эстетики, или что-то для Канта, как для Канта идей красоты, не говоря уже про романтиков, имело какое-то самое определяющее значение. Нет. Нет. Вообще, честно говоря, есть абсолютно прямая связь между исчезновением мысли о красоте и исчезновением красоты в нашем мире. То есть, мы все время жалуемся, что живем как в этом мире уродливым, что ли. Вот. Он строит какие-то дома одинаковые, красивые сносит и вообще что-то происходит не то. Но, посмотрите, исчезли вообще разговоры какие-то о том, что такое красота. А, исчезли мысли о красоте. Мы как будто все знаем про красоту. Да, вместо красоты появился дизайн, я ни в коей мере не являюсь противным дизайном. Вот. Да, что-то выгляда в пульте этим дизайном. А, но, как-то этого маловато. Ну, это вот такая первая история, первый заход. А второй заход, понимаете, возникла какая-то удивительная ситуация. Удивительная. Она, конечно, сагирианская. мы живем в пульте. Помните, это музыку я разъял как трубку. И это поразительно у Кушкина, да, есть композитор, который мог считать трубку. То есть, чем-то совершенно мертвым. левисепт. Вот. Ну, человек из какого-то большого трубного отделка нашей цивилизации. Ну, или из нового черного анекдота, знаете, здравствуйте, очень хочется познакомиться, ваш новый паталканат. А вот эти черные анекдоты, они, в общем, говорят о каком-то как бы в этом смысле превращении и смерти. Да? И вот каким образом оно берется? Я рассказывал уже в одной аудитории, но, наверное, тут уместно рассказать. Вот есть один чудак, я его не помню, фамилия, американец, но я с большим интересом читал. Он создал компьютерную программу, которая создает Харалла Баха и Нактюрна Шамальна. И благодаря его деятельности возили тысячи новых Хараллов и тысячи новых Нактюрна Шамальна. И они, как Буфи, ничем не отличаются от тех, что писал Баха, Хараллов, и от тех, что писал Шапан Нактюрна. Но он не идет почему-то. Не идет. Оказалось, что он всем радуется, еще тысячи Хараллов. Мы же, знаешь, детская мечта, понимаешь, что четвертая повесть о лжей Хараллове, возникла, что Баха написал продолжение чего-то, что Бах еще написал сколько-то великих произведений. Есть, вот, тысячи, тысячи новых Хараллов. Шапан, понимаете, не умер молодым от туберкулеза, а написал еще сотни Нактюрна. И они абсолютно как будто похожи на то, что писали эти двойники композитов. Не идет почему-то. Другой чудак создал компьютерную программу, которая имитирует постпатернистский дискусс. Ну, то есть, мышление. Мышление. Он создает с помощью компьютерной программы тексты Дридда, Деллоза, которые тебе написали в угол, французских философов. Очень похоже. Очень похоже, но пока я вот захожу в магазин не продают кто-то. Не продают. То есть, понимаете, в чем дело? Можно приводить еще огромное количество примеров, каждый день кто-нибудь что-ли такое создает. То есть, есть как будто бы вот это стремление, да, некое представление, что искусство все-таки держится неким набором форм, формул, ремесленных рецептов, а то и указывают министерство культуры. Ну, последний даже я спорю. Вот. И вот мы можем создать нечто, некую машину, которая будет постоянно воспроизводить эти произведения. Причем кого угодно. Конечно, нарисовать машину, она создаст еще 10 томов войны мира, продолжение Анны Карениной и так далее. Но что-то не то. Что-то в этой истории не то. И вот Андром Кончаловский когда-то в юности, посмотрев «Ночь Кобель и Феллини» был настолько восхищен, что пошел монтажным столетий все разрезал по склейкам. Надо же узнать секрет гениальности. Понимаете, склеил, а фильма нет. Фильма нет. И вот эта невидимая часть, которая позволяет Харалом Баха быть Харалом именно Баха, а не машины, или вот эта невидимая часть, которая присутствует на склейках на Федерико Феллини в Ночекове. И есть то, что интересовало, на мой взгляд, митрополита Антония Суршского в ее представлениях о красоте. Это вот второй подход. Он тоже очень важен. Потому что мы живем в эпоху, когда если называть вещи своими именами, то в принципе у нас такой какой-то, я бы сказал, патывушный подход к эстетическим проблемам Гегель. Примерно это и происходит. То есть какое-то уже маленькое сознание, часто очень необразованное, очень узкое, пытается упростить, адаптировать под себя, придумать некую свою меру для каких-то очень сложных, фантастически сложных идей гениального рано. Обычно, когда что-то такое говоришь, что аудитория людям не нравится. Потому что почему-то не нравится, не знаю. И тут и возникает этот вопрос. Тут и возникает этот вопрос в целом о нашей цивилизации и о судьбе красоты Но пока перед тем, как мы об этом начнем поговорить, я хотел бы еще позволить себе одну цитату, одну как бы цитату и третью совсем цитату. Начнем с какого-то цитата. Мирамо Мардашвили, выдающийся философ, о ком бы не писал. О Канте, о Декарте, о Прусте, все время настаивал на очень простой мысль. Человеком никак нельзя стать просто по акту и праву рождения. Вот ты родился и уже человек. Он показывал, что ничего подобного. Ничего подобного, что это мучительнейшая длинная дорога, что стать человеком крайне трудно. И в этом смысле нам нужны определенные формы, внутри которых человек и его деятельность не будут рассеиваться, а будут собираться в личное целостное. И вот в этом смысле нам нужны и произведения искусства, и ритуалы, и религии, и все остальное, потому что это формы, в которых человек дорастает. У него есть возможность, он очень редко дорастает, там нет этих оптимистов, он очень редко дорастает до полноты самого себя, но без этого нет такой возможности. Старается так, но я ее тоже люблю, я специально привожу самых разных авторов, это воспоминания о Евгении Головине, был такой южевский кружок, 60-е годы, как раз тогда, когда митрополит Антоник приезжал в Советский Союз, это была такая квартира андеграундная, где жили там, жил писатель Юрий Мамлеев, а к нему в гости ходило большое количество прекрасных, знаменитых людей. И вот, размышление такое, значит, такая шутливая эмберическая иерархия существ по Головину. Значит, речь идет о советском социуме, это надо очень точно понимать. Значит, ниже всех стоит шлипня инженерия советской интеллигенции. Вот не продастая. У нее нет внутреннего бытия вообще. Это бумажное изделие смертельно мокнущее под дождем, разрываемое любым нервным порывом бытийных виток. Чуть выше злые тролли. К ним относятся домохозяйки из коммунала, подъездная мугрюмая решительная губла, ловкие пожары алкаши, собравшиеся озевшим мутаму ларька. Эти несут в себе темное упругое водие, готовое любой момент рассыпаться звездной, едва собранной против случайного объекта агрессивностью. Далее идут более утонченные агрессоры. Духи, гоблины, профессиональные кляузики, сотрудники спецслужб, представители сверстных голубых бриллиантов, бодрые поздно-советские чудовища. Выше всех извращенные ангелы. Воспаленные медфизические души южного шизоидного подполя, с натянутой струной горнего духа, подобного выбравки кремлевских курсантов, с безжалостными безднами преступных тазмонтального потозрения. К этой категории Головин присчитал себя. На вопрос «А кто стоит выше извращенных ангелов?» Головин удивленно подняв кровь отвечал «Как люди?» Понимаете, то есть я просто вам если мы вообще поговорим в глуп истории и обратимся к мифу о втором рождении человека и увидим как он живет в разных культурах, как богат он живет в античности и так далее, увидим, что это какая-то жизнь. Как только мы встречаемся с историей не просто мыслей, а переживания мысли как акта собственного бытия, чего-то предельного для самого себя, мы все время наталкиваемся на эту мысль о том, что нужны какие-то специальные условия для того, чтобы стать людьми. и вот меня потрясла история с митрополитом Антонием перед смертью он встретился с прихожанкой, которая ну, она пришла со своими вопросами, он на них ответил, а там ему жить оставалось два-три месяца. И он выходя только вернулся и сказал молитесь к минию. И она сказала я конечно помолюсь. и он добавил помолитесь за то, чтобы я стал человеком. Понимаете, вот митрополит Антоний Сурожский не считал, что он стал человеком. И вот теперь нам надо понять, какое это имеет отношение вообще к вопросу о красоте как таковую. Откуда это удивление? Нет британской энциклопедии. Откуда это удивление? Нет в трудах современных философов. Это удивление как раз оттуда, что когда-то вопрос о красоте являлся как бы сгодителем. Одной из сторон вопроса истины. То есть невозможно было мыслить об истине, если мы не ставили вопрос о красоте. Ну и соответственно вопросов. Отсюда да и огромное количество наших вопросов. Все к жизни, к Богу, к пространству. Почему так много ровно? Почему так много ровно? Откуда? Кто авторы? Когда авторы известны, легче. Это придумали большевики. Это придумали олигархи. Это придумали современные эстеты. но тем не менее нас почему-то заметят это очень заботит. Нас очень заботит наличие уродливого в мире. И конечно, конечно, размышления об уродстве это оборотная сторона мысли о красоте. Нас так заботит уродливое потому что нас так заботит красота. На самом деле. Красота. прошел 200 лет развития культуры, развития цивилизации. И за эти 200 лет поэзия научилась мыслить отрицательными понятиями. И для этого были причины. я целый курс прочитал в библиотеке поэзии. Отрицательные понятия. Понимаете, где падение это отрицательные понятия. Но никто бы из нас не хотел пасть. А поэзия изобретает свой язык, где поэзия является единственным способом вообще ищи живой все сохранить. И это огромный путь пройдет. Огромный. И тут возникает как раз несколько моментов, которые разумеется наверное все вы думаете. И митрополит Антоний тоже про них думал. Он приводил в пример высказания вышеславцев. Это был такой русский философ. Все из той же истории. Из того же вот это легион последних людей серебряного века. А вышеславцев когда-то написал предисловие книги как она рассказ странника своему отцу по-моему она называлась. Как-то так. И там у него была мысль которая была очень дорога. Очень дорога митрополит Антоний и вышеславцев писал что представим себе поле русское поле или роща вот как видит поле или роща странник и как видит крестьянин он показывает что вообще в принципе увидеть может только странник потому что крестьянин смотрит на это как на некий предмет на своей деятельности то есть он мысль начинает эту землю как-то делить вот сюда картофель значит здесь хлеб здесь ябл посадим он начинает так сказать относиться к этому пространству утилитар он собирается с этой землей что-то делать странник не собирается делать это ничего он просто проходя мимо смотрит на это поле и по ушеславцеву именно он и видит красоту одно из условий оно очень простое но оно крайне важно потому что мы дошли до катастрофического состояния безусловно и я даже не знаю говорят можно и дальше куда двигаться каждый день говорят что мы еще немного продвинемся на посадку но я считаю что это просто какой-то я даже себе представить не мог что я буду жить в ситуации такого дикого страшного отчуждения что имеется ввиду имеется ввиду что то о чем то что я люблю цитировать то о чем Марк Стивен переписал что в какой-то момент в европейскую жизнь приходят идеи мобилизации сущего ну что это означает то есть сущие то что существует в том числе это бургус в том числе это роща это в том числе все эти майские жуки это мы люди и вот это сущее надо мобилизовать и как вы понимаете нужно это мобилизовать для того чтобы получить практическую выгоду и дальше последние 250 лет это сущее мобилизуется и мобилизуется мобилизуется и мобилизуется и параллельно представление о красоте исчезает и исчезает исчезает и исчезает потому что исчезает странник да и странник это я бы описывал как фигуру в каждом из нас да никакую фигуру зрения фигуру сознания это наша способность посмотреть на мир до такой степени не заинтересован вот до такой степени не заинтересована чтобы мир открылся мир открылся это же очень простая вещь да я собираюсь поймать какое-то животное оно бежит бегает я не собираюсь его ловить оно может быть тоже не побежать то есть мир ощетине вынос как только я собираюсь его мобилизовывать и не случайно я вижу эти несчастные лица людей которые будут на работу вот это сущее которое мобилизовано потому что они же идут не на работу да где они будут творить они идут на работу где из них будут выжимать деньги вот этот вот перевод это мало чем отличается вообще-то да не побоюсь этого слова от концентрационных лагерей это очень близко к этому там вы помните тоже из остаток людей вот рассказать производили некоторые необходимые для немецких промышленных продуктов но мы же зашли в этом очень далеко случилось очень давно я когда разговарив иногда с людьми просто не понимаю про что я говорю вот но про то что хотя бы если мы не можем все сущее оставить в покое ну хотя бы в какой-то момент мы его можем оставить в покое ну то есть прийти в лес и ничего не трогать маленькая задача человек прийти ничего не трогать ну просто не нагревать вот это вот чтобы букет принести там нет может быть просто кстати посмотреть и вот по мере того как этот взгляд становится не заинтересован по ну настолько насколько я понимаю митрополита Антония он начинает приближаться к взгляду божественного или можно сказать по-другому к некой предельной точке да к некой предельной точке потому что возникает здесь следующая антология да нужно вести следующий фрагмент но пока вот тут вот остановимся то есть я ну я хочу чтобы вы это почувствовали прям вот костями да мышцами свои мы же и к другим людям уже не можем так относиться понимаете просто радоваться что они есть кстати митрополит Антоний очень любил слово встречи он из любимых встречи в переводе сербского оно означает радость да радость но вот в день у нас сколько встреч бывает сколько радости сколько раз мы встречаемся да но встреча это ведь встреча самим собой тоже надо встретиться без каких-то однажды вот и лучше неоднократно ведь это тоже в итоге должно принести какую-то радость то есть нарушен какой-то какой-то удивительный закон органического да естественного и ну я не знаю приведу таких пример есть такой социолог Вернир Зомбрут написавший великую книгу буржуа книга незаинтересованная резкая с большим количеством цифр но в каком-то месте Зомбрут дает все-таки боль от эмоций да и он пишет с появлением буржуа постепенно формируется тезер даст здравствует продукт даст гинет человек это не к тому что я вам сейчас буду радовать за социализм это то над чем я сам думал я при вот этом социализме советском жил вот и вот про него здесь тоже было сказано и мы все помним что это такое но мы вот оказались в каком-то другом месте и в этом месте тоже оказывается трудно жить потому что и в этом месте отношение к человеку ну уж никак как к тому по кого сотворил Бог понимаете и вот тут вот надо вернуться к тому к этой удивительности совершенно может он потрясает больше всего но это конечно лучше слушать первоисточник этим а о чем говорил он говорит о том что он приводит слова апостола Павла как раз священно царствующий вот сейчас секунду я где-то выписан вот ну что чтобы не ошибиться а то соберу потом буду думать где это сделать а царственно-священство вот царственное священство замечательно царственное священство и это сказано о людях сказано о людях и у митрополита Антония есть вот ошеломительная совершенно мысль о том что священником является каждый человек каждый человек потому что его выражаясь философским языком антологическая роль такова чтобы все тварное привести к святому состоянию ну то есть к состоянию божественного к некой полноте и в этом смысле каждый человек является священным царством и он любил приводить вот это вот знаменитое высказывание о том что управлять и командовать богу всем но только царь может отдать жизнь за свой народ то есть предполагается и предполагалось на заре христианства что любой мирянин он одновременно священник то есть предполагалось что отношение ко всему мире ко всему сущему оно будет ну можно его назвать равность на любом где действительно все вещи этого мира вещи философского смысле этого слова это наши родственники это нечто неотделимое от нас и именно поэтому именно поэтому он так и относился говоря что ну как мы можем вообще хотя бы к одному человеку хотя бы к одному неважно является ли он христианином или нет отнестись как-то небрежно да ведь Бог возвал его к путию значит он так ценен вот он так ценен он ценен до такой степени да невероятно и самое поразительное что сам он вот живопосказ потому что ну вот вот это вот красиво очень звучит вот выйдешь сейчас на улицу вот так увидишь жители самое вот далеко как бы сказать не каждый человек у тебя вот вызовет эти чувства ты посмотришь в него подумаешь он же вызвал Бога возник я есть какой-то смысл огромный что вы просто потрясающе вот понимаете то есть да проблема красоты связана с тем как ставится проблема человека а проблема человека ставится здесь предельно понимаете предельно выше поставить невозможно человеку невозможно некуда поставить понимаете каждый из нас является тем кто позволяет там случиться свету обожествляющему каждую вещь тут каждый из нас не много не мало по-моему это очень много это невероятно и поэтому так и ставится вопрос о красоте и поэтому в этой же плоскости ставится вопрос почему с красотой вот случилось то что случилось почему она стала иногда синонимом безобразным иногда заменена безобразным и так далее и тут вот есть очень простая какая-то вещь нам философы всегда говорили что мы мышление по сути можем построить из предельных точек из предельных точек и это самое сложное вещь вот мы сейчас наконец к ней дошли мы ее коснемся потому что 20 как я могу построить мышление из предельной точки если это предельная точка крайне предельная если я вообще ничего не строю с предельной точки я вообще ничего не то есть то есть про это то не говорят и вот здесь да есть полочайший связь вообще с традицией мозгов философии что категория смысла появляется только тогда когда мы начинаем смотреть на что-то на вещи на события на человека на отношения с предельной точки она только тогда появляется ну а что это означает как посмотреть из предельной точки на на что-то вот а это означает вообще из самых уникальных парадоксов в истории человечества вот есть предельная точка давайте назовем ее по-разному чтобы было удобно замыслить бог абсолют просто предельная точка некий метафизический предел некий метафизический предел и тогда тогда все что приблизается к предельной точке начинает обретать смысл и то что удаляется от нее начинает обретаться иначе не было вообще необходимости как бы сказать сюжет сложения то есть допустим мы с вами предполагаем что предельная предельная точка это бог и удаление от предельной точки говорит преображение для изменения а вот то что вообще не связано с предельными точками оно как бы смыслом не будет или обладать смыслом ежесекундом который может избавиться содержание заниматься искусством и оно не погибло рэмбо говорил поэт определяет меру неизвестного для своей эпохи но опять сталкиваемся с такой удивительной мысль зачем надо определить неизвестного для своей эпохи зачем нужно мыслить от какой-то точки предельной где мы можем все вообще не очень понимать ну вот мы например мужик понимает что такое бог и что такое абсолют в любой культуре но тем не менее если мы мыслим мы должны иметь ввиду что нечто видится из этой предельной точки и только тогда мы и сами начинаем видеть то есть это какой-то кажется какой-то абсурд то есть какое-то есть нарушенное правило да а итак поэт определяет меру неизвестного для своей эпохи неизвестного а поэт определяет меру неизвестного И вот здесь мы должны коснуться очень важного момента антологии как раз митрополита Антония Служевского и связанного с Ницше в том числе. Он все время возвращается к проблеме хаоса. Проблема хаоса вынесла нашим заголовок этой книги. Показывает, что мы знаем хаос в двух состояниях. Одно состояние нам всем хорошо понятно. Состояние, когда что-то было порядком или космосом разрушилось. И вот обломки, вырождение. Это когда сосуд разбит, а остались одни осколки. Они разбросываются по всему дому. И кроме того, все, что происходит в этом доме, тоже не напоминает какую-то рыбу. Не хочется говорить порядок. Но нечто возможное для жизни. Это некий упадок жизни. Но есть хаос жирительный. Хаос, из которого Бог создает метод по представлению митрополита Антонии. И этот хаос жирительный. Потому что в этом хаосе огромное количество возможностей. Эти возможности могут не проявиться сегодня, завтра. Но они могут проявиться в любой момент. И это как хаос мира, так и хаос человеческой души. В который страшно заглянуть, потому что нас хаос не устраивает. Но там есть эти возможности. Эти возможности, которые вам, может быть, и позволяют человеку добраться вот до этой самой точки. Когда он сначала захочет быть человеком. То есть у него появится представление о том, что такое человек. И что такое быть человеком в рамках Бога. А с другой точки у него появится какая-то возможность вообще двигаться в этом направлении. И вот об этом хаосе он говорит постоянно. И вообще здесь все это очень близко к романтике. Романтика, романтическая мысль. Потому что романтическая мысль, я имею ввиду и Шиллинга, и Шиллера, и Гегеля, и Навалиса, и Гёльдерлина, и всех этих людей. Она без идеи возможностей она не живет. Не живет. Потому что мир организован таким образом, что реализуется только несколько возможностей. Но все остальные, они находятся внутри этого хаоса. И есть тогда возможность одна, которую мы чаще всего и пользуемся. Поставить стену перед хаосом. И тем самым поставить стену перед всеми своими возможностями. Это каждый раз, когда человек приходит учиться, он все время с этим сталкивается. Он сталкивается с тем, что надо сделать сразу две вещи. Эти две вещи сделать невозможно одновременно, но надо. Ну то есть надо адаптироваться к какой-то среде, и надо развиваться. Если он начнет развиваться, то хаос произойдет в движение. Возможность начнут каубиться. Соответственно, он как минимум будет лишён душевного покоя какое-то время. Поскольку этот хаос будет искать некие новые формы для того, чтобы предметиться, для того, чтобы родиться в человеке, проявиться во что-то. Поэтому, чаще всего, мы пытаемся сделать что? Значит, мы пытаемся сначала поставить стену, забитонировать ее, покрыть ее железом. Поставить, по возможности, танковую дивизию, чтобы хаос не проскочил в коем случае. И потом идти на курсы развития. И вот здесь, да, вот здесь, он, конечно, был неудержим. Он говорил, что нужен дерзновенный поступок, иначе ничего не будет. Ничего совершенно не будет. То есть, хаос, ведь, да, это некое вещество творения. Мы либо шагаем в это вещество творения, да, но тогда мы подвергаем свою жизнь риску, да, испытанию, но и приключениям, да, но и озарениям, но и возможности погибнуть, да. И всему остальному. Либо мы создаем так называемый человеческий порядок. И вот как только мы создаем человеческий порядок, так называемый, да, вот тут все заканчивается. Тут однажды мы вдруг чувствуем, что что-то мы поглупенели. А что мы поглупели? Вот интересно, десять лет назад какие-то интересные мысли приходили в голову, да. Вот такая черновская проблематика, да. Вот. Сейчас что-то не приходит. А куда это делось-то? А хаос-то запитания ироны. Мы не хотели боли, да, от того, что это хаос, мы не хотели страдания, да. Мы хотели все так организовать, чтобы, ну, как-то вот, но в результате что-то отупели, что-то куда-то делось. И самое главное, что делось, да, в нашем контексте, она делась-то красота. Красота. Понимаете? Потому что, как говорил Василий Розов, я очень люблю акцентанту, да, стиль – это то место, в которое Бог целовал вещи. В своем розовском стиле. Значит, для того, чтобы он поцеловал вещи, да, или, да, я повторяюсь, была видна определенная точка, или мы открыли для себя необходимость того, что поэт открывает мир неизвестным для своей Боги, тогда мы открываем возможность, да, чему-то быть увиденным, да, ну, назовем, он ведь потрясающий мысль, понимаете, он, вот, меня, например, потрясают его слова, где он говорит в одном месте, что давайте попробуем отнестись к таким понятиям, как истина, вечность, не как что-то, а как кто-то. И ты сразу отказываешься от известных мести, правда? Ну, вот, судя по тому, как мы сейчас друг на друга смотрим, мы как-то не готовы быть так истина, правда? Что истина – это кто-то, и вечность – это кто-то, и время – это кто-то. Что это, да, все окушевлено, и это живое, живое. И движение человека в мире, движение целого в целом – это движение живого в живом. и всего во всем, одновременно. Поэтому мы говорим, что красота – это всегда такой некий мир. Вот здесь не тот фокус, а, фокус, здесь встречаются виденные и невиденные миры. Сказано очень точно, что даже когда объясняем студентам, что такое кадр, мы говорим, что организация вне кадровом пространстве так же важна, может быть, больше важна, чем организация внутри кадрового пространства. Вне кадрового пространства вы не видите. Вы смотрите на экран. Люди работали, а вы это не увидите. Но без ни кадрового пространства нет внутри кадрового. Без невидимой части, да, образа нет невидимой части. Вот и в чем образ. И тогда невидимая часть, да, идущая от предельной точки, от Бога Абсолюта, этого кого-то, этого некого великого, одушевленного. Эта невидимая часть, она все время переходит в видимую. И вот, когда она переходит в видимую, создается образ. И он и является образом красоты. Но он никуда не перейдет, никуда. Как только у нас возникает лютилитарное отношение к жизни. Почему? Потому что, если вот я в бесконечности, где невидимая переходит в видимую, да. И где создается этот образ, да, красоты. И кто-то, вечность. Участвует этот кто-то, да. Это великие комнаты, да. Участвуют в том, как я вижу. Как я вижу. И только тогда, когда он участвует, да, что-то открывается. Он сравнил вот с витражем. Свет упал и дымал. Мы начали видеть, как видите, картины. Вот. Символы. Ну, то есть, стал проходить следом. Стал проходить следом. Вот. Теперь представьте себе очень простую вещь. Вот. Разумеется, перекрываются тут же все каналы, как только я собираюсь мобилизовать все это. Потому что я это собираюсь мобилизовать для того, чтобы он служил мне одному. Или моей семье. И все. Мафиозный подход. Один самый популярный в истории человеческого. А что это означает? Это, это, это и означает, что я пережимаю след направленный ко всем. Да. А как только я пережимаю след направленный ко всем, да, то тут же происходит некое разложение света, если можно так сказать. Происходит некая радикальная трансформация. Потому что жизнь, человек, да, божественная культура, это то, что принадлежит человечеству, народу, да, людям. А не Василию Петровичу, Сергею Ивановичу, вот, Сигизмуду Федоровичу. И, собственно говоря, вот тут-то и возникает этот большой вопрос. То есть, более-менее все понятно. Ну, более-менее. Да? Более-менее. Понимаете? Я могу увидеть человека и быть в каком-нибудь состоянии, видимо, стоя где-то там, рядом, где-то определенно точно, но и хотя бы угадываться. И могу увидеть необыкновенно красиво. А потом-то видите, необыкновенно. Я вижу необыкновенно. Но вот тот момент, когда я видел необыкновенно красивого, эта красота пришла по Петрополиту Антониевичу неизвестному. Понимаете? Потому что он говорил, что если бы люди знали друг друга там и самих себя, как они поздно Богу, то там все были бы одинаковые. Потрясающие фразы. Я вообще готов, они размышлятся дальше. Уже после того, как закончу эту лекцию. Это удивительная вещь. То есть, если мы в самопознании достигаем какой-то, ну, как бы сказать, невероятного успеха, мы становимся это так, похоже на друг друга. А в становлении, да, в становлении и в этом существовании, вот с этим хаотичным миром, хаотичным движением возможностей, которые так или иначе могут проявиться, мы оставимся никак. Ну, вот, может быть, это самое главное с того, что я хотел сказать. Может быть, сюда еще одну свою любимую идею добавлю, вот, потому что, знаете, вот митрополит Антоний говорит о том, что такое, да, быть нищим духом. У него, надо сказать, довольно радикальная такая антология, вот. То есть, она далеко не у всех религиозных деятельностей такая. То есть, он все время очень резко настаивает на том, что, да, Бог из ничто, да, с абсолютным ничто вытернул каждого человека. И именно поэтому у человека ничего нет. Он связан с ничто. Ничто. И мы очень быстро это узнаем, когда приходят болезни, несчастья, да, и страдания. Тем не менее, я устаю один день. Могу говорить. У нас есть какая-то ситуация, и меня слушаются. Вот. У меня есть что поесть. Мне подарили книжку. Вот. В принципе, синхрон складывается. Тогда что это все? Это все дары. Это все дары. И вот это мне, конечно, очень дорого, потому что это старая как мир идея, с которой, кстати говоря, почти все религии имели очень сложные отношения. Это идея дара. Дарования. Я не буду сейчас рассказывать желающему. Вот. Как-нибудь прийти куда-нибудь я лету. Вот. На эту тему подробно. Вы просто понимаете, в чем дело? Это удивительно хроническое, это в то же время удивительно свежее представление о том, что для того, чтобы мы хотя бы что-то могли сделать. Так, поэт Антоний говорил, очень наивные представления о том, что я слышал, что человек пришел и говорил, ну, надо сердца жизни, надо ее преобразовать. Сейчас вот это. Вот. Сейчас как вот я возьмусь там, вот, из пункта А, из пункта Б. Ну, считалось, что это очень наивная точка зрения. Ну, я считаю, что это вот точка зрения, когда такое слышу, это вот, как будто человек один. Это размышления, как будто он один. Ну, вот, вот, я принять свою счастье, надо только взяться. Ощущение, что он один. Ну, просто на один в мире все уехали.